Кипренский Кипренский был неврачным сыном крестьянки и все свое детство провел в крепостной семье. Еще ребенком он проявлял явный интерес к рисованию, поэтому был определен в воспитательное училище при Петербургской Императорской Академии Художеств, в которую впоследствии и поступил. Еще во время учебы молодой художник хорошо проявил себя в жанре портретной живописи. Ему удавалось тонко подмечать настроение персонажей и мастерски передавать его приемами классического рисунка. И несмотря на то, что истинным своим призванием он сочетал историческую живопись и неоднократно порвался писать значительные произведения, обрел славу именно как мастер портретного жанра. В 1816 году Академия нашла возможность снова отправлять художников в заграничные командировки. Одному из первых счастье улыбается Кипренскому. Через год из Рима, где он затем окончательно поселился, живописец прислал удивительный портрет ангельской и красивого юноши, обладающего почти девичьими чертами лица. Картина получила название «Молодой Содон». Она появилась под впечатлением от полотен старых итальянских мастеров, в особенности Рафаэля Санти. Складывается впечатление, что, рисуя ее, художник не просто подражал древним живописцам, а словно соревновался с ними. При взгляде на полотно считывается представление Кипренского об Италии как о крае вечной красоты, а о живущем здесь народе, как о людях, находящихся в согласии с природой. Кроме того, изучение классического искусства обогатило талант художника, окрепло его композиционное мастерство, линии контуров приобрели изысканность, а пластика и объем – необычайную убедительность. Изображенный на холсте молодой человек замер, отдыхая от работы. Его голова склонилась на зеленый тер, где разбросаны полевые цветы. Взгляд юноши-мечтателям. Руки, несмотря на тяжелый физический труд, выглядят невероятно утонченными и обладают пластикой, присущей скульптурам греческих богов. Нежнейшая моделировка передает трепетность юного маловидного лица, на котором читается наслаждение. Белизна кожи усиливается контрастным сопоставлением с темными глазами, черными прядями волос и глубоким фоном портрета. Портрет отличается большой жирописностью. При работе над ним художник применил нетипичные для своих предыдущих полотен цвета и нехарактерные приемы композиции. В основе размещения объектов на холсте лежит круг. Еще одна отличительная особенность – отсутствие фактуры. Краска нанесена практически невидимыми мазками, что придает полотну схожесть с эмалью. Портрет молодого садовника передали в Петербург в качестве отчета о пребывании Кипренского за границей и выставили в Эрмитаж. Картина была воспринята публикой очень тепло, а ее гравюра появилась на страницах популярного в то время литературного альманаха Антона Антоновича Тельвига «Северные цветы». Годы, проведенные Арестом Ивановичем в Италии, ознаменовали время наивысшей славы в его творчестве. Он сумел открыть итальянцам Россию и удостоился неслыханной чести. Ему заказали автопортрет для Флорентийской галереи Уфици, где были собраны изображения величайших художников мира. Флорентийской галереи